Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к Коринфянам. И сегодня мы с вами рассмотрим второе послание апостола Павла к Коринфянам, первую главу. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящимся в Коринфе со всеми святыми во всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения. Скорбим ли мы? Скорбим для нашего утешения и спасения, которое совершается перенесением. И надежда наша в вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. И далее апостол Павел, мы видим, он начинает здесь говорить о страданиях ради Христа, говорит о том, что Бог посылает человеку страдания, но и утешает. Далее он говорит 8, 9, 10 стих о том, как они пострадали при проповеди, в деле благовестия спасения, в деле благовестия о Царстве Божьем, в деле благовестия призыва к покаянию. Апостол Павел нечто подобное говорил о скорбях в книге «Деяния апостолов» в 14 главе 22 стихе, который мы с вами изучали, где он так и говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Многие люди так и спрашивают, а зачем Бог посылает эти скорби? Как раз некоторые люди думают, что придя в Церковь Божию, они как раз должны избавиться от всех испытаний и скорбей. Но на самом деле скорби посылаются как некое лекарство для человека, когда, скажем так, он слишком расслабился и слишком стал уверен, а лучше даже сказать самоуверен, и теряет надежду на Бога, надеется больше на свои какие-то праведные дела или на наличные деньги, всякие по-разному. Поэтому Бог показывает, что Царствие Божие не от мира сего, что не стоит человеку устраиваться поудобнее в этом Царстве века сего, потому как Господь говорит, что вся земля и все, что на ней, все сгорит огнем. А впрочем, что здесь говорить, личный апокалипсис, на мой взгляд, для нас наступит намного быстрее, когда мы предстанем пред Богом. Поэтому, чтобы мы не цеплялись за этот мир, чтобы не прилеплялась душа наша к богатствам и удовольствиям века сего, Бог посылает нам такие врачевательные средства для того, чтобы мы могли в своей голове правильно расставить, скажем так, иерархию ценностей. Что на первом месте, а что на втором, ну а что и там где-то не так уж и важно. Обратимся к отцам Церкви. Например, преподобный Ава Исаия пишет, цитата, «Скорби служат нам пособием к сохранению заповедей Божьих». Конец цитаты. Хотите иметь пособие о том, как сохранить заповедь Божию, будем принимать со всей радостью те скорби, которые посылает нам Бог. Преподобный Нил Синайский, тем более от таких отцов, которые своей жизнью, а не подвигом положили, если хотите, жизнью и скорбями читали заповеди Христовы. Преподобный Нил Синайский пишет, цитата, «С усердием должны мы прибегать к Богу, без всяких жалоб или ропота, но во всякой скорби ограждаясь благою надеждою». Надеждою, конец цитаты. Надеждою на что? Надеждою, лучше сказать, на кого? На Христа. «Ибо сказано в Священном Писании, не слышало то ухо и не видело того глаз, что Господь приготовил для любящим его». Поэтому мы можем только представить, какая будет радость, если здесь, на земле, приступая к чтению Священного Писания или к святым таинствам Христовым, мы чувствуем эту радость, благодати Божией, но как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, как пишет апостол Павел, можно только представить, какая-то радость будет для людей, наследующих Царствие Божие. И далее, святитель Ансалтаус, смотрите, как пишет, цитата, «Скорбью, как бы в каком священном месте душа научается ничтожеству человеческой природы, кратковременности настоящей жизни, тленности и непостоянству житейского». Конец цитаты. Преподобный Ефрем Сирин, цитата, «Не здесь обещал нам Бог даровать покой и царство свое, ибо век сей назначил быть для нас училищем, местом искуса и подвига. Поэтому не будем унывать, когда случается с нами огорчение и скорби, а напротив, станем более радоваться, что идем путем святых. «Ибо Господь наш Иисус Христос, податель жизни нашей, все домостроительство свое во плоти совершил страданиями». Конец цитаты. Не будем об этом забывать, что и Господь пострадал нас ради человека и нашего ради спасения. Поэтому странно, что сегодня люди хотят избежать каких-то страданий и болезней. Надо принимать все как есть. Нет, это не означает, что мы должны специально искать каких-то болезней, специально искать каких-то страданий. Но если Бог это посылает, то принимать это с благодарностью и говорить «Слава Богу за все» и воскликнуть вместе с Иовом многострадальным «Я знаю, Искупитель мой жив, потому что в последний день он восстановит тленное тело мое и преобразит его, как пишет об этом апостол Павел, в тело подобно ангельским». Множество цитат можно по этому вопросу найти у отцов церкви. И у меня здесь их достаточное количество утешения. Действительно того, что Бог посылает какие-то страдания, как и пишет здесь апостол Павел, для нашего врачевания. И, конечно же, страдания бывают разные. Речь идет здесь именно о страданиях. Не просто, скажем, страдания может быть и человеком, который творит беззаконие. Но если ради Христа это страдание, то это страдание другое. А если человек, например, живет беззаконно, и он страдает, можем ли мы сказать, что Бог здесь не вмешивается никак в его жизни? Конечно, старается, лучше так сказать, старается этими страданиями как-то все-таки поднять человека, чтобы он хоть когда-то очнулся, подобно тому, помните, блудному сыну. Как он встал, очнулся, встал и пошел, как скажут. Вот это очень важные слова. Очнулся, встал и пошел. Говорит, пойду к отцу моему. И мы помним, что отец встречает его, прообраз Отца Небесного. И еще не слышит, он только про себя подумал. У отца моего богатства много, и там даже наемники имеют пропитание. Но он даже еще ничего ему не сказал, ни одного слова. Но Бог, потому что это прообраз, Бог видит мысли человека. Этот отец прообраз Бога Отца. Он идет ему навстречу, дает ему перстень, вводит в дом. И прообраз Царствия Божия, и устраивает пир. Итак, вот что и о чем здесь пишет апостол Павел. Далее он говорит следующее. «Ибо мы хотим оставить вас, братья, не хотим оставить в неведении о скорби нашей». Вот о чем я говорил, что бывшие с нами в Асии, потому что мы отягощены были чрезмерно из всех сил и так, что не надеялись остаться в живых. То есть за проповедь Евангелия они пострадали даже до крови. Но сами в себе, то есть были побиты и камнями, и оскорбляемы. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых. Видите, как важно здесь апостол Павел снова замечает об опасности перепутать веру с самонадеянностью, надежду с самонадеянием, любовь к Богу с самовлюбленностью. «И при содействии вашей молитвы за вас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Здесь апостол Павел напоминает о необходимости молитвы, когда есть какая-то душевная скорбь. Вообще апостол Павел говорит, молитесь постоянно, а тем более, когда есть скорби для утешения. Что значит молиться? Вот иногда нам так говорят, как это скорбь, человек говорит, молись, а некоторые люди, которые еще не привыкли и не знают силы молитвы, они думают, ну что от них как будто хотят отмахнуться, молись, ну иди там, отец, или там, иди, мать, молись. Нет. На самом деле, когда говорят, что иди помолись покрепче Богу, это говорит, что поговори с Богом, потому что молитва — это разговор с Богом. Просто если человек не привык разговаривать с Богом, если молитву, он считает, что это какая-то мантра, да, по-быстренькому, там, отторабанил вечернюю, там, утреннюю еще, да, вечернюю, там, вообще, врутся твои, Господи, Иисус Христе, Боже мой, предай дух мой. Ну вот это и есть как бы молитва. Молитва — это не мантра. Молитва — это не какая-то формальность. Почему мы молимся по молитвослову? Потому что это молитва святых, тех, которые достигли и стяжали благодательство Духа. И для этого нам необходимо, когда мы молимся, внимательно вникать в слова, отбрасывая от себя всякий помысел, который, как назойлива муха, да, старается отвлечь нас от внимания к словам. Поэтому вот приучать себя — это не сразу получается. И кто уже имеет такую хорошую привычку молиться постоянно, да, знает об этом, что это непросто, но всегда себя нужно понуждать. Потому что, как сказано, что Царствие Небесное усилием, то есть нудится, усилием берется, и тот, кто усилия эти прилагает, тот восхищает его. Так во всем, и тем более в молитве. И у похвала нашей есть свидетельство совести вашей, что вы в простоте и в богоугодной искренности, не по плоти мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как, надеюсь, до конца уразумеете. Так и вы отчасти и разумели уже, что вы, что мы будем вашу похвалою рано, а вы нашу в день Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, то, что мы вам пишем и то, что говорим, мы ничего тут нового не придумаем. О чем мы ранее говорили, теперь это только напоминаем. И в этой уверенности, да, о самой главной вести о воскресении Христовом и воскресении нас со Христом. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, то есть, чтобы наставить вас. И через вас, пройдя в Македонию, из Македонии же опять придя к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. И теперь он говорит о своем намерении прийти к Оринфянам, имея только намерение, легкомысленно ли я поступал, или я предпринимаю по плоти, предпринимаю так, что у меня да, да, нет, нет. Верен Бог, что слова наше к вам не было, то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и силы Луаном и Тимофеем, не да, не нет, но в нем было да. Да, ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит о том, что намерения его, чтобы прийти, они не были сопряжены с тем, с какой-то его ленью или желанием, или нежеланием. Он намеревался прийти, но Господь распорядился так, что оставил его в том месте, где он должен быть. Поэтому он здесь и утверждает эту мысль, что во всем есть промысел Божий, и у Бога нет такого какого-то среднего состояния, ни да, ни нет. У Бога либо да, либо нет. И вот это вот среднее состояние, такое болото, которое многие люди думают, что оно будет и в духовной жизни, или в жизни будущего века, ошибочно об этом, думают и заблуждаются. Нет этого нейтрального состояния, либо с Богом, либо без Бога. Поэтому у Христа либо да, либо нет. И вот это вот состояние такой болотости и равнодушности, оно осуждается еще самим Богом в книге «Апокалипсис». Вспомните, Ладыкийской церкви напиши, горе тебе, что ты не холоден и не горяч, а тепл, изблю тебя, как в языковом славянском сказано, то есть извергну тебя, как говорится в синодальном переводе, из уст моих. Поэтому у Бога нет какого-то нейтрального пограничного состояния, откуда вырастают эти зловредные учения, участилища и прочие разные о всеобщем спасении и прочие недоумения человеческие. У Бога либо да, как сказано, либо нет. И эту мысль утверждает здесь апостол Павел. И заключает ее, и говорит, у Бога всегда либо да, либо нет, и говорит «Аминь», истина, другого ничего быть не может. Ибо все обетования Божии так и пишет в нем «Да» и в нем «Аминь». Слава Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Теперь говорит о помазании. Который и запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Бога призываю, вы, свидетели, душу мою, что, щадя вас, и доселе не приходил в Каринф. Не потому, что мы берем власть над верою вашей, но мы спешествуем радости нашей, ибо верою вы тверды. То есть, Бога призываю, вы, свидетельствует, говорит он, что не приходил, щадил. О чем здесь речь? Потому что в первом послании мы помним, что он говорит о том, какие нестроения были в Каринфской общине. И поэтому, чтобы не быть строгой судьей, он им посылает сначала послание для исправления некоторых неурядиц, которые были внутри Каринфа. Там были, помните, и судились они у людей неверных. И одни говорили, я Павлов, я Аполосов. Они начали там делить, какой старец или какой там исповедник он у них, да, более, или проповедник, да, какой более эффективный. Они говорили, вот я там этого проповедника, а я этого проповедника, да, а я этого более популярного священника, а я вот его. Поэтому апостол Павел говорит, разве этот проповедник за вас распялся, или этот духовник за вас пострадал? Нет, все мы Христовы. Вот это разделение, которое было тогда, с чего начинает первое послание апостола Павла с первой главы, оно больше всего было таким скорбным для апостола Павла. Ну и, конечно, другие грехи, которые он обличал. Вот для нас не очень интересен текст 22, что Бог запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Что означает это залог духа? В своем словословии Тридиному Богу из-за его замысел искупления апостол Павел формирует это служение Святого Духа. Он говорит, в нем вы, услышав слово истины, благоествование нашего, вашего спасения, и уверовали в него, запечатлены, как бы, в трех ключевых отрывках, относящиеся к надежности нашего спасения. Эти отрывки есть в Священном Писании, 2 Коринфянам 1, 21-22, которые мы с вами зачитали. Также мы о залоге Святого Духа читаем в 5 главе 5 стиха этого же послания, где сказано, на это самое и создал нам Бог, и дал нам залог духа. И также послание к Ефесиным, 1 глава, 13-14 стих, где сказано, обетованным Святым Духом, который залог наследия нашего для искупления, удела его в похвалу славы его. То есть трижды. В греческом языке слово «залог» переводится как «арабон», встречается только в этих трех местах в Новом Завете. Оно также означает гарантию заклад поручительства, и это была некая такая гарантия у древних людей. Это слово понималось так, что гарантия, что остальная часть цены покупки будет оплачена в будущем. То есть в культуре древнего мира это слово также относилось к подарку, который мужчина, например, давал женщине, как выражение своей любви к ней. И в современном греческом языке слово «арабон» означает «кольцо», подаренное в честь помолвки, как залог любви и намерение некого такого обещания жениться. Поэтому Бог дает нам этот залог Духа и говорит о том, что этот залог Духа, он верен, что Бог верен в отношении нашего спасения и нас спасти. Но она от нас зависит, верны ли будем Богу мы. Потому что Христос, он кто? Жених. А церковь его — это кто? Это мы. И церковь его называется невестой Христовой. Вот жених уже сделал все для нас и дал залог, и умер, и воскрес, и дал залог Святого Духа. А каким образом этот залог Святого Духа мы получили? Через миропомазание, прикрещение. Сказано, кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царствие Небесное. Вот в Ветхом Завете есть много мест о залоге. Ну, например, Бытие 38, глава 15 стих. Мы помним, что там, когда история и события, когда овдовевший Иуда хотел иметь вот такие отношения с женщиной, которую почитал за блудницей. А это была Фомария. И помним, как она переоделась в блуднице, и он требовал у нее какие-то там залоги. Да, что ты мне дашь, там перстень он ей дал, печать, трость и мелочь. Да, потом обратно потребовал, тоже там встречает это слово арабон. Но вот есть более интересное высказывание у пророка Иезекииля, 9 глава, 4 стих. Где пророка Иезекииля, Иезекииль пишет следующее. Там про образы он показывает пророка Иезекиилю о том, что людям надлежит претерпеть страшный суд. И вот там есть такие слова. И сказал Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих от всех мерзостей, совершающихся среди него, сделай знак. И этим людям, которые сделаешь знак, не будет никакого повреждения. О знаке мы также с вами читали в книге «Исход». Помните, когда была последняя десятая казнь, и было народу израильскому повелено сделать знак на косяках дверей своих. И все дети языческие были умершлены, а там, где этот был знак, это прообраз Святого Духа и прообраз Креста, там Господь не коснулся этих моровых язв, которые умершляли детей языческих. Вот этот знак, на самом деле, в греческом языке это буква Тав. А буква Тав — это вот такая буква, это прообраз Креста, то есть Т, русское Т. И поэтому этот знак, который делается на челах, и делалось тогда в Ветхом Завете прообраз на косяках дверей, то есть дверь — это чем можно войти, да, такой образ вхождения в Царствие Божие, как и сказано, кто не родится от воды и духа. И здесь на челах, про окоязыки, или сделай, дабы не было повреждения. И мы сегодня знаем, что при крещении человеку подается, мы слышим это, кто бывает или был на Таинстве Крещения, видели, как человек помазается, ему говорится «печать дара Духа Святаго, аминь». Вот эта вот печать дара Духа Святаго и есть залог. Но это будет залогом только тогда, когда мы с вами будем вспоминать о том, какие обеты мы давали при святом крещении. А если кто-то о них забыл, потому что был крещен в младенчестве, советую их перечитать, найти обеты и посмотреть. Какие обеты давали за вас и поручались за вас промыслом Божиим. Если кто-то скажет, а я теперь к этому не имею никакого отношения, я тогда этого не слышал, тогда такой человек будет вести себя по-хамски. А разве вы выбирали себе родителей? А разве вы выбирали себе роддом, в котором родиться физически? Вы также и не выбрали церковь. Это данность. Бог о нас с вами уже позаботился, чтобы нам родиться от воды и духа. Поэтому мы к этому причастны. Итак, чтобы сохранить этот залог Святого Духа, будем, как пишет апостол Павел, переносить скорби с пониманием того и утешаясь, что Бог их нам посылает, как горькое лекарство. Оно кажется горьким, но оно приносит радость. Потом уже, когда мы смотрим, к чему это все было и зачем это было для нас. Будем здесь полагаться на промысел Божий. И будем, конечно, хранить залог и печать дара Духа Святого, который дан нам при крещении, соблюдать обеты, которые мы с вами давали при крещении, соблюдать их в своей жизни для того, чтобы нам всем войти в Царствие Божие и быть со Христом во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok